Про социальную активность, сразу же. У нас есть Полина Лагунова, очень социально активная девушка. И она за последний год социальной активности в Фейсбуке, Инстаграме и Твиттере получила возможность неделю поездить на машине в виде тест-драйва. И это при том, что она социально активная. Ты социально неактивная человек. У меня нет такого подарка, нет такой возможности. У тебя есть сколько здесь? Подожди, у тебя BMW, Jaguar, Range Rover и Lexus. И Lexus, боже мой. Но вы понимаете, дело в том, что собрали все машины за историю моего существования. Заметь, заброшу, что мы тебе не подсыпали. Нет, но дело в том, что я же покупаю машину, и если я уже доставлю до следующей машины, то я предыдущую продаю. А журналисты собрали все машины в истории, которые у меня были. А, то есть это все, которые у тебя были. Да, и подсчитали там такую кругленькую сумму. Но мне стало тоже как-то страшно. А с другой стороны, мне стало как-то аж приятно. Приятно. Согласен, на чем ты ездишь сейчас? Я ездила на BMW. На BMW? На своей. На своей, да. Моя любимая машина. Куда твоей аэрбон? Куда моему метро? Ладно, давайте не завидовать вот так вот официально. Никто не завидует. Я вообще, у меня велосипед очень нормальный. Друзья, проте творчость не залишает нас. И мы не можем минути увагу и тот факт, это продолжается новина у нас в программе, что Потап и Настя нечедавно начали юзать конкретно своих фанатов. Ну, как бы продолжили юзать своих фанатов. Они попросили, сделали видеозвернение, где они просят, чтобы все селфи снимали на клип УДИ-УДИ. Мы начинаем корпус, корпус, конкурс на селфи-видео. На лучшее селфи-видео. Возьмите телефон и пропойте песню УДИ-УДИ. Самое главное, позитивный настрой. И, если вы снимете классное видео, мы вас возьмем, куда Настя? Клип. Все самые лучшие видео попадет к нам в клип. Снимайте не вертикально, а горизонтально. Постарайтесь смотреть не сюда, а в камеру, и вы попадете в наш клип. Ну, твои комментарии. Мои комментарии? Да. Во-первых, эксплуатируешь ли ты своих фанатов? Прежде всего. Нет. Во-первых, я была очень рада увидеть Настю с Лешей, потому что мы давно не виделись. При том, что вы дружите. Вы с Настей с 12 лет дружите. Вы ходили в одну музыкальную школу. Это я напоминаю. Ну, спасибо, да. Потому что зачастую мне говорят, что мы вместе учились в эстрадно-сырковой академии. Хотя это не так. Это же неправда. Это неправда. Друзья, девы читают. Ты хотела записать с ней дуэт? Дело в том, что в том стиле, в котором исполняют музыку они, я не смогу петь. А в этом стиле тоже... Ты не любишь частушки? Ну, почему? Вы мне пытаетесь подставить. Да почему подставить? Ну, просто если говорить, называть вещи своими. Ну, просто пока мы в разных... Ну, не пока, а в принципе, мы в разных направлениях музыкальных. И это невозможно. Вот. Я так думаю, что героиня нашего наступного сюжета, спевачка Алеша, она нормально спевпадает с Потапом, потому что он нещодавно выступил ее продюсером на съемках клипу, где он ее уклав в ліжко. Во-первых, он смысл быть в трусах, ну, это не скажете. А потом ее уклав в ліжко. Сейчас давайте подивимось, как Потап продюсировал и снимал клип, а потом поговорим. А Леша покаже себя почти оголеною. Ну, наконец, скажете вы. А то, как-то, как-то, как-то передние клипы спевачки были, мягко кажучи, аж занадто скромные. Тому, у відео безоружная, А Леша постане у всей краси. Для снимания відео встановили велике ліжко, и хлопцы, подходясь, чего знайшли. И чем же вы там, Олена Александровна, собираетесь займатися? Как обычно, что происходит на кровати? Ну, вот ответ. То, что обычно происходит на кровати. Ну, спят люди там, шалят. О, такои. А як же Тарас Тополя? Куди він дивиться? Хай там яка, пустувати спевачка собирается с подкачаным, красавцем, мужчиною. Ось цей ловлас. А звати його Роман. Само ему випала честь побувати в обіймах зірки. Будут какие-то интимные, сцены, какие-то нежные, но все на отражениях, все на ткани, на проекции. Ох, видно, что переживает хлопчина. Знаемо мы циваши проекции и ткани. До речи, поки снимальна группа поп-конвейера споглядала сцени кохання, на снимальний майданчик підтягнувся и потап. Пришел проконтролювати, как его подопечные с мозги продакшн справляются с режиссурой в видео. Алеша, она очень сексуальна. Песня очень нежная. И сказать, что мы делаем сверхъестественно что-то новое, нет. Вот как раз ничего нового мы здесь не придумываем. Вот как раз мы хотим показать Алешу такую, которую не показывал никто еще клипу. Ну, а попередні кліпи-співачки это вообще окремая история. Не кажется, что от клипа Алеши все... Никита скучно, на самом деле. Не кажется, что делать какие-то хуйки вопросов вообще, нет? Сподіваємось, что Big Boss Потапенко как-то может это исправить. А то у него тоже постоянно. До речі, мозговитый продюсер щойно повернулся из Доминиканской республики. Весь засмаглый. Виявляється, там он паралельно снимает клип для дуэту «Время и стекло». Что сможет сделать Потап с Алешой, кроме как оголить ее, пока неизвестно. Сама співачка неохочо рассказывает про детали сюжета. Говорит, что все увидите. Ну, все хорошо понимают, что старый метод всегда действует. Хочешь заманить глядача? Роздягни зірку. Безоружную Алешу можно будет побачить уже в травне.